Серебряная весна или как художники видят север. В Полярном открыли выставку Виталия Бубенцова. О намоленных местах Мурманской области, обуйстве осенних красок и исключительной красоте северных пейзажей расскажет Кристина Григориан. Русский экспрессионист, так в Голландии прозвали Виталия Бубенцова, начал серию работ о городе воинской славы. В Полярном он уже бывал лет 30 назад. Тогда я ставил в историко-краеведческом музее память о себе, картину со дня празднования военно-морского флота. Но особенным временем года для создания пейзажных историй Виталий Николаевич считает осень. По картинам мастера видно, насколько отличаются осенние зарисовки в том или ином месте Заполярья. Редкие яркие пятна на крайнем севере и настоящее буйство желтых тонов на юге Мурманской области. Ковта, варзуга, вот эти вот места наши намоленные, они вообще исключительные, конечно. Север, уверяет художник, это любовь на генетическом уровне. И даже в серости весны можно нащупать атмосферу. Главное, правильно подобрать палитру. А, серая, это она серая для людей, так обычно скажем, что серая. А в сером цвете, в сером тоже много цвета. Только надо это увидеть, да, вот. Оно такое становится, как старое серебро, да, вот. Да? Вот старое серебро, представляете, какое? И вот бывает такая весна, когда вот она такая серебристость такая вот. Но она очень тяжело ее уловить. А вот и вносит новые и новые правки. Ловит падающий на воду солнечный свет, старается оставить в памяти самый нужный, исключительный оттенок. Итюд выходит с арктическим характером, когда приходится сражаться со стихией. Бубенцов признается, сколь угодно теплая одежда не спасет на вершине сопки от пронизывающего ветра или вмиг пропитывающего влагой дождя. В этом уникальность северного пейзажа. Получается такая техника, которую ты в мастерской не сделаешь. Почему? Потому что в мастерской тепло. А здесь ты вот вынуждаешься, когда смотришь, что это работает, как и прессионистически. Потому что мазки вот эти, они становятся более густыми. Понимаешь, приходится вы накладывать таких. Автор картины – своего рода режиссер. Нет в пейзаже статичности, как, например, в портрете или на тюрморте. Удача художника отпечатать на холсте стремительно меняющуюся погоду. Северное настроение. Приходится выбирать и наиболее выгодные, выигрышные для будущего шедевра места. Что отрадно и как-то даже для нас непривычно. Виталий Николаевич нашел возможность. Как только приехал к нам в музей, пришел, он сразу же ушел на пленэр. И все три дня, живя в городе нашем, работал на самых таких наших знаковых местах, площадях, сопках, где видовые красивые ландшафты и виды нашего города. До 29 мая выставка Виталия Бубенцова будет доступна посетителям. А осенью мастер Кисти пообещал вернуться в Полярный, чтобы провести арктический пленэр для юных художников, учащихся детской школы искусств. Возможно, так появится новая совместная экспозиция в музее города воинской славы.